Во-первых, хотел бы поделиться с вами откровениями по десятине. Десятин – это один из вопросов, которые вы задавали. Слава Богу, что вы задаете эти вопросы, потому что если вас до сих пор это беспокоит, значит, вы что-то ищете еще, что-то вам внутри показывает, что нужно продвигаться как-то в изучении этого вопроса и так далее. Хорошо, что вы эти вопросы задаете на самом деле, но вопрос, не нужно ли платить десятину или нет в данном случае, а куда нужно платить десятину. Вот такой вопрос я получил. И что делать с пожертвованием? Это второй вопрос, задали два вопроса в одном, поэтому хочу ответить на этот вопрос. Во-первых, десятина, давайте вспомним, куда она вообще изначально шла. Десятина шла на содержание храма. То есть от десятины питались левиты, от десятины содержалось храмовое служение, от десятины все, что происходило в храме, ремонтировалось и так далее. То есть на сегодняшний день в некоторых церквях, ну, я знаю такие церкви, где на десятину, в общем, фактически существует весь коллектив служителей этой церкви. И поэтому понятное дело, что десятину необходимо внести в ту церковь, в которой вы назидаетесь, в которой ваша семья, в которой вы служите или служат вам, для того, чтобы эта церковь продолжала существовать, для того, чтобы она продолжала расти и развиваться. Десятину, ну, понятное дело, что нужно отдавать, потому что это просто не для того, чтобы получить какое-то благословение сверхъестественное, а именно для того, чтобы выйти из-под проклятия, потому что Писание говорит нам, Малахи 3 глава, 8-9 стихи, что, как вы спрашиваете, как можно обкрадывать Бога? Вы обкрадываете меня тем, что не приносите десятины в дом хранилища моего. Поэтому по поводу десятин, однозначно мое мнение, это туда нести, где находятся ваши церкви. Теперь по поводу пожертвования. Пожертвование или приношение – это ваше личное откровение, кому, когда и куда жертвовать. Есть очень много разных телеканалов, есть очень много разных служений, как у наших, например, вы можете пожертвовать и в наше служение, и в служение кого бы то ни было другого. Это ваше личное откровение. Но это, будем так говорить, не отменяет того, что вы должны помолиться и узнать, как вам лучше всего распределить свои деньги пожертвования. Я считаю, что часть этих пожертвований все-таки должна идти и в вашу поместную церковь. Потому что, вы знаете, вот у нас, например, в церкви есть четкое разделение, у нас учет отдельно десятины, отдельно пожертвования. Почему? Потому что на десятины у нас существует сама церковь, отоплачивается арендопомещение, оплачиваются какие-то текущие расходы, пожертвования расходуются, например, на благословение проповедников, которых к нам приезжают. Понятное дело, что они делают это доброохотно и жертвуют своим временем, и над своими финансами, потому что приезжают издалека. Но мы все равно благословляем их финансами, потому что Писание говорит, наставляемый обильно или как-то достойно делись всяким добром с наставляющим. То есть мы считаем, что это нужно делать, поэтому эти деньги у нас расходятся из пожертвований. Поэтому вы можете жертвовать куда хотите, это ваше откровение, но часть этих пожертвований должна идти именно в вашу поместную церковь. Это мое такое убеждение и учение в нашей церкви, так мы приняли, у нас такое правило. Возможно, правила в вашей церкви чем-то отличаются, вам нужно поговорить с пастором, может быть, с советом старейшин, какие у вас правила пожертвования и как вы можете распоряжаться. Но еще раз повторяю, в пожертвованиях вас никто не может ограничить, в отличие от десяти нестины, совершенно четко Бог прописывает нам, куда и зачем их нести.